Победитель в соревнованиях продвинутых атлетов, 2-го тура Георгиона, Ростислав Сай-Терлы. Ростислав, с победой вас! Спасибо большое! И тогда хочу спросить у вас, а кто вас тренирует, кто вас подготовил к этому соревнованию? Представьте, пожалуйста, это ваш тренер? Да, это мой тренер и мой отец, сын Терлы Олег Леонидович, он у меня тренирует с 12 лет. То есть на все главные старты всегда он меня поддерживает и всегда выводит. Как выступили? Личный рекорд или не хватило для личного рекорда? Да, личного не хватило рекорда, потому что я сейчас не совсем был в форме, но я думаю, в ближайшем времени на Косю упущено. Так, Протубарь, как отца еще? Олег Леонидович. Олег Леонидович, Ростислав, вопрос обоим. Вы выступали в других соревнованиях, на других аренах. Вот такой арен, как сегодня у вас, вы выступали в таком большом зале? Ну, выступали мы на чемпионате России, на Кубке России. Такие же большие залы? Такие залы? Да, они огромные тоже в залы, там есть в манежах спортивных. Но здесь, что понравилось, здесь очень уютный зал, хорошее оборудование, вверхсан. И приятная обстановка. Атмосфера такая дружесная, да, демокатическая? Атмосфера, да, все вот где на входе встречаются, и девушки приятные сразу проводят туда, что к раздевалку. Ну, мне все нам понравилось. Понравилось вам? Вы первый раз выступаете в Гирлионе, вот на Царту Гирлиона? Гирлионе первый раз, да. Первый раз, да? То есть, можно сказать, что организация на хорошем уровне. На хорошем уровне. Если сравнивать с чемпионатами, на которых я выступал до этого, чемпионат России, чемпионат Револгского округа, то, в принципе, организация на довольно высоком уровне. А, то есть, здесь можно выступать даже на мидронной воене, они могут выступать мидронные атлеты? Чувствуете, что готовы, да, к этому? Я думаю, да. То есть, здесь готовы, да? Да. Ясно. Хорошо, ну, а с точки зрения, как бы, вот то, что, как бы, театр «Сила» будет, да, такие соревнования, будете смотреть их? Это здесь наш «Сила-Си», во главе с нашим Дубином Снангистом, который сейчас, как бы, ждет целого, ну, как бы, окончание срока дискримфикации Алексей Ловчев, да? На это ждете, как бы, да, как бы, посмотреть, как он в какой форме готов. Он сейчас увлекается силовой отличкой, время не теряет, как бы, даром. Готовится, как бы, не тядура, не тядура, а поддерживает свою форму физическую и готов выступать очень хорошо. Вот, так что, будете смотреть, да? Да, будем. Тоже интересно, да? Да, Алексей Ловчев, да, это известный тяжелоатлет, который установил мировой рекорд в Соединенных Штатах. Ну, сам сложная ситуация была, там, на самом деле, была спорная политическая ситуация по его отстранению, но, к сожалению, мы ничего не могли доказать, это очень сложно в наше время, политический спорт. У нас политика. Ну, все равно тяжелоатлет, и всей страны, можно сказать, его поддерживают. Ну, кстати, давай, его поддерживают. Все любят и уважают его. А вы знаете, чиновник его, практически, вот, Федерация в тот момент подержала, а потом, как бы, подержал руку помощи, как раз ему оказал, как раз, фронт Герлион. Именно Герлион его подержал в трудную минуту, поэтому, Алексей, вы увидите, в какой он форуме находится. Просто форма его замечательная. А вот такой вопрос, скажем так, приедете сюда, допустим, на финал, или на другие туры соревнований, или не будет возможности, или приедете еще раз? Ну, я думаю, если будет возможности, обязательно приеду. То есть, если будет, если подготовлюсь, и если будет, соответственно, время, то приеду. А у вас есть какие достижения, вот, на Чемпионат России? Вы, я так понимаю, уже выступали на взрослых Чемпионат России, да? Да. То есть, какое яркое достижение было в вашем самом месте? Ну, на Чемпионате России, в принципе, высоких, то есть, тройки никогда не было, но на Чемпионате Приволжского округа был в тройке. А на Чемпионат России входили 5, 5? Семпионного Приволжского округа真ета. А в топ-5 входили? В топ-5 на Чемпионат России, или нет? Нет. В всех местах он занимал на Кубке и на Чемпионатке России. Ну, это нормальное в 7-мое месту тоже. А вот то, что сейчас, может быть, выиграли, может, для вас сидит, как бы, мотивация? Например, представляете? А будете выступать на Чемпионате России? Планируете? Мы в самом месяц выступили тоже на Чемпионате Приволжского округа. Это отбор был на Чемпионате России. То есть можно сказать, что эта победа открывает светлую полосу в вашей жизни после череды травм. Как бы такой был период сложный, да? Спад был, травмы и все остальное. Ясно. Ну а отец, одежда, когда-нибудь, да? А вы готовы, как оцениваете сами это выступление своего подписчика и своего сына? Я считаю, на данном этапе очень даже хорошая у него форма на данном этапе подготовки. Но к соревнованиям ближе к Приволжскому округу он добавит очень сильно, я надеюсь. И там надеемся отобраться и на чемпионат России. Ясно. Ну, за вам успехов, подключить вопрос, как вам шлем? Тяжелый. Тяжелый? На самом деле, что будете с ним делать? В музей зайдите, показывающий ваши достижения, да? Какой вы регион представляете? Подморская республика. Какая? Подморская республика. Вот будете какой-нибудь музей, чтобы... Город Ижеск, у нас оружейный город. А, ну, покажете вы, там покажете вы в музее, или будете гонить у себя, а потом как бы уже, как вот, такой, неожиданный такой подарок. Подарок неожиданный был, да? Да, неожиданный был. Ну, такой, действительно, реальный такой... Непредсказуемый. Непредсказуемый, да, как бы. Его надо вести тяжелого будет теперь. Это тоже заявка такая будет, да, дополнительная нагрузка. Придется... Не каждый выдержит, надо быть именно спортсменом. Вот чем отличается тяжелая атлетика? Вот почему надо людям метить в тяжелую атлетику? Это все-таки сложный вид. Вот как вы скажете, вот Олег и Руслан, почему надо вот ребятам метить в тяжелую атлетику? Вот сейчас. Ну, тяжелая атлетика воспитывает много положительных качеств. Во-первых, сила, стойкость, т.е. уверенность. Как спорт тяжелая атлетика, в принципе, дает скорость, гибкость. То есть, в принципе, все необходимые для развития силовых и различных качеств, которые тяжелая атлетика предоставляет. То есть, нужный спорт, да? Да. То есть, этот спорт все-таки, за ним будущее будет. А то у него нет, говорит, все, у него нет будущего, не будет ни ольпиад, ничего. Вы считаете, будет в будущем? Обязательно будет. Мы сейчас только приехали из города Тулы. Там была первенца России по юношам до 17 век. Я вот ребят возил своих тоже. Вот буквально сегодня мы сюда приехали с одних соревнований на вторые. И с каждым годом количество увеличится очень большое. То есть, надо помогать, надо развивать. Надо развивать. И тоже делать гирлён. Это правильный шаг. Вот тоже делать гирлён. Надо развивать тяжелую атлетику. Это, за тяжелую атлетику все-таки будет будущее. То есть, надо развивать. Именно детско-юношки, вот когда они проводят соревнования, ведь идут и дети, вот здесь проходит как раз. Это наше будущее. Ясно. Все. Спасибо вам большое, огромное. Удачи, новых побед и возвращения на такой уровень нормальной. И, наконец-то, попытаться завивать и медаль чемпионата России. Спасибо. Удачи вам. Спасибо.